За опорной ногой мы можем с этой опорной ногой уже толкать в данный пляж, туда. То есть мы вытолкнули раз, у нас нога согнута. И потом у нас эта нога разворачивается, и мы с этой ноги уже толкаемся. Мы первое движение сюда делаем, а второе уже туда. Дальше, для того, чтобы еще дальше нам сделать прыжок, мы вот этой дальней ногой, которой мы оттолкнулись, мы должны сделать движение передней поверхности бедра, резкое движение с острым коленом. И сейчас смотрим на эту ногу и на колено. Делаем переднюю поверхность бедра, у нас становится острое колено, и мы летим. Это называется оленьи бегом. Можно ли это упражнение, или многоскольких моделей, которые проходят упражнения, потому что мы знаем. Мы делаем просто прыжки, как можно на большее расстояние, с ноги на ногу, с острым коленом, и работаем переднюю поверхность бедра, вот так вот. У нас задача пролететь как можно большее расстояние. Красиво одеться. И здесь мы делаем то же самое. И обратно. С другим боком поворачиваемся, и в эту же сторону. В эту же сторону, другой ногой, соответственно, толкаемся. Может, вы емкость поворящего делаете? Нет, нет, конечно. Мы просто сейчас измеряем, сколько мы пропрыгиваем за один прыжок. Теперь давайте. Мы прибавляем такой же прыжок, второй. И так он у нас получается. Стоим. За два прыжка нам нужно преодолеть максимальное расстояние. Вот, 4 метра преодолевать, это очень хорошо. Пробуем одним боком и другим. Продолжение следует. Мы должны применять защитки. Одно из основных в защите – это стойка. То есть если рассматривать влияние факторов на защитное действие, на эффективное защитное действие, то примерно там 70-80% – это стойка, в которой мы встречаем нападления. Не скорость реакции, не скорость перемещения, а именно стойку, как мы стоим сюда. Если мы стоим вот так, у нас очень мало что нужно сделать. Если мы заняли изначально стойку, у нас физики ног хватает для того, чтобы сделать это движение, все, мы уже эффективно начинаем работать дальше. Так, теперь, держим мяч. Следующим образом. У нас идет накат, доводка. Тот, кто делал накат, делает передачу. И делается обратно накат. Сейчас тут все понятно. Здесь два человека, там один человек по диагонали. Давай, Свет, туда. Ты подбрасываешь, ты готовишься делать нападение. Ты готовишься делать передачу, все, подброс, подброс передачу. И бежишь на ее место. А я куда? Ты нападаешь удар в Веру, и ей делаешь передачу. Она доводит мяч, ты приходишь, делаешь ей передачу. Ага. Ага. Вот, я имела для меня, вот, ты на место Алины, да? Ну, ты побежишь по прямой. Давайте еще раз. Бросаем просто, бросаем и ловим мяч. Давай. Все, ты ловишь мяч. Так, ты идешь на место, на место Света. За нее. Ты делаешь, нападаешь удар. И вот тебе Алина сделала передачу. Давай накатик, делаешь. Все, подброс. Ага, все. Играешь дальше. Так, ты делаешь передачу. Передачу? Передачу? Передачу делаешь Лере. А я нападаю на... Да, да, с этой передачи ты нападаешь. Давай. Давай, Лере, мяч. Ты идешь уже за... Вверх, ты нападаешь за вопрос. И делаешь передачу Алина. Внизу, внизу, низкой стойки. Давай, давай еще раз. Приголись, может, два вопроса. Ты защита, ты защита. Внизу, играй в защите. Вверх, ты делаешь передачу Алине. Передачу, да. Теперь ты делаешь передачу Алине. Теперь ты... Идешь за нее. Давай передачу делай. Ты идешь за Алину. Идешь за Алину. Идешь за Алину. За Алину, беги. Нет. Ты сразу делаешь нападение. Нападай и делаешь передачу. Я прием? Да, я буду проговаривать. Нападение, защита. Нападение, защита. Внизу передача. Внизу передача. Лера, нападаешь, идёшь делать передачу. Давай-давай-давай. Стрикторис. Запомнишь процесс? Еще раз. Давайте каждый для себя. Самое сложное у нас в атаке. Когда мы нападаем в игрока, мы должны ему, этому игроку, сделать передачу потом. И пойти на его место. Я нападаю. Накат. Отсюда. Накат. Делаю передачу. Передачу. Ты сыграла в защите? Получила передачу. Напала. Дальше ты что делаешь? Бежишь делать передачу. Давай, вот там встал. Лера, давай, ты сюда. Сделай Алине передачу. Просто снизу нужно. Ага. Нападение. А, нападение. Передача нападения у нас, да. Ты готовишься делать передачу. Давай еще раз. Алина, ты нападаешь. В Леру. И пасую Леру. Я нападаю, и я буду тебя посылать. Передача, да. Нападение. Нападение. Последовательность. Вы понимаете, у нас идет нападение, защита. После защиты у нас идет передача. Да, в Игоре? А потом идет нападение после передачи. Защита, вот это передача. Ну давай, нападаешь. Нападаю. Попадение Your defense Передача Нападение Я там снимаюсь Ты защищаешь Теперь делает Алину Алина уже сделает передача Держусь на место Леру Нападение Защита Передача, 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 нападение. Защита, свет, а ты где? Давайте, бумаем. Далеко у нас интеллектуальный диспорт. Это была передача, видимо. Готовься, нападает, ноги согнули. Готовься, нападает. Давай, давай, давай. Передача, куда, но касательно. Ты в защите сыграла, все равно. Давай, Лена, нападай. Нападай во свет, и ей пасовать. Пасуйся. Лена, нападаешь, идет пасовать. Ну да, ну да, не нужно. Не надо пробивать защитники дыру, еще раз. У нас задача, задача, чтобы мяч удержался в игре. Нежно, 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 нежно. Поехали. Защитники, по-другому. Все правильно, она на твое место. Куда, Лера, упрекала-то, нападает. Защитники сыграла, нападает. Передачу она с Леей сделала. Это Куща. Атака, защита. Передачу делаешь. Какая передача? Я там уже три раза, что-то. Я не понимаю. Очень сложно упрочить. Вообще прекрасно. Атака. Передача. Атака. Защита. Защита. Давай, давай, давай. Все, давайте до потери мяча. Стараемся удержать мяч в игре. Дальше. Если вы вдруг не сообразили, не успели, не атакуешь и действует делаете снизу, ничего страшного. Вы удерживаете мяч в игре. Так же, как, собственно, в волейболе. Вам неудобно нападать сверху, вы нападаете снизу. Поехали. Максимально нервный мяч в игре. Сверху, куша, 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 куша. Сверху, куша, 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 куша. Я приняла сейчас. Так ты не даешь. Готовьтесь, готовьтесь. Притескуйте на мяч. У вас должно быть стремление сыграть. Вы меня и без него не падали. Вверх, туда идете. Так, верю, дальше. Давай, 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 вверх, вверх, вверх. Все, хорошо. Последователь запомнили? Все, мы закончили. Вот здесь. Для контроля мяча. Вы должны быть подготовлены к следующему слою насане. Вы должны знать, как это такое насане. Вы должны быть подготовлены к следующему слою насане. Видеть мяч, вы должны им нужен. Вы должны им детloать на мяч. Вы знаете, что ваши стояния? На мяч, на мяк. То же самое как в защите. Вы уверены, что вы сыграете в защите. Вы кричите «Я» и играете в защите. а если у нас не будет в защите на мяч мы должны сделать это положение это привычное иначе у нас опять просто сопротивляться так, по поводу нападений опять определяете свое время я это делал за футбольной концу приходил в зал в футбольной концу начинал катать мяч летал забирал вторую точку и опять мы тренируем именно эту траекторию не просто не просто а то же самое нужно просто включить какая-то сессия и может быть в игре у вас не получится но правильно все хорошо если мы не должны гадать выходить на на талан на в в в в в в в в в Продолжение следует...